Девушки отдыхают Что вы делаете? Ну, вы знаете, мне нравится. Я бы вообще, я бы поджидно заехала. Отлично, отлично! Девушки отдыхают Ранним утром бригаду скорой помощи вызвали на автомобильную трассу. Недалеко от города произошла авария. Легковая машина врезалась в ограждение. Пострадала молодая женщина, сидевшая за рулем. Пассажиров в автомобиле не было. Интересно, сколько у нас живут крючки? Да кто же его знает? Смотри, сколько машин. Остановиться некому. Давайте. Спокойно, девушка, лежите. Я вам укольчик сделаю, и все будет нормально. Все, отойдите, пожалуйста. Отойдите. После обезболивающего укола головная боль у пострадавшей немного стихла. Девушка представилась Яной Дантес. А вы не родственник того самого Дантеса, который Александр Сергеевич Пушкин? Кого? А? В клинике Яне оказали помощь медсестра Варя и доктор Самойленко. При заполнении карточки Константин Николаевич тоже обратил внимание на необычную фамилию пациентки. Я вообще русская. Два года назад вышла замуж за француза. Повезло, вот мне французы не попадаются. То есть во Франции живете, да? Да, в Москву по делу приехала на переговоры. Я в фирме у мужа работаю, российско-французский бизнес. Я заканчиваю уже. Это хорошо. Понятно. Как в аварию-то попали? А, ехала на переговоры, а потом у меня руль заклинила и врезалась в ограждение. Ага. А машина ваша? Нет. Я ее в аэропорту взяла на прокат. Так, ладно. Все вопросы потом подпишите. Вот здесь вот. Ну, сейчас. Поднимай сумку. Вот. Вот. Где подписать? Где галочка? Эти очки, которые Яна достала из сумки, очень меня смутили. А почему они уцелели при аварии? Я позвонил в ГИБДД, чтобы узнать подробности происшествия и выяснил, что когда Яну обнаружили в машине, она была без них. Следовательно, они лежали в футляре. А как она могла везти машину без очков? Вот этот вопрос очень меня смутил. Доктор Шевцова пригласила к себе Аллу Юрьевну и Александра Викторовича, чтобы поговорить с ними о перспективах зачатия ребенка. Чтобы удалить из крови резус положительной эритроциты, тебе придется походить на сеансы плазмофереза. Согласна? Да, конечно, если нужно. А тебе нужно будет сдать кровь на определение генотипа. И в том случае, если он окажется гетерозиготным, будет возможность сделать ЭКО. В 50% случаев Хорион может оказаться резус-отрицательным. И тогда его подсадят Али, чтобы исключить резус-конфликт. Понятно? Да, вполне. То есть все еще может получиться. Тем временем доктор Самойленко решил не откладывать дело в долгий ящик и пришел к Яне, чтобы узнать все обстоятельства аварии. По линзам в очках девушки Константин Николаевич понял, что она страдает близорукостью. Самойленко хотел выяснить, как Яна могла везти машину без очков. Но в этот момент ей позвонил супруг. К счастью, мужчина мог говорить по-русски. Что с моей женой? Черепно-мозговая травма. Опасности для жизни нет, но некоторое время придется провести у нас в клинике. Я понимаю. Я сейчас заказать билет на самолет, перевозить я сюда, на Францию. К счастью, доктор, я очень уважаю российскую медицину, но я думаю, здесь, дома ей будет лучше. Возможно. Но в ближайшие несколько дней никаких перелетов. Сами понимаете, перепады давления могут ей повредить. Такое. Хорошо. Тогда я вылетаю сам. Она волшебная. Я скоро буду рядом. Хорошо, до встречи. Что случилось? Не могли бы выйти? У меня голова разболелась. Последние дни отношения между докторами Бондаревым и Дианой Львовной были довольно напряженными. Однако после того, как им пришлось вместе помочь одной пациентке в очень сложной жизненной ситуации, конфликт стал уже не таким острым. Увидев Диану Львовну в приемном отделении, Андрей Григорьевич решил не упускать возможности объясниться с ней. Хотел поблагодарить вас за эту историю. Видите, даже синяка не осталась с вашей легкой руки. Черт, все правда. Ну, ладно, все. Ему не стоит благодарности. Да нет, на самом деле, не то хотел сказать. Дина Львовна, я хочу, чтобы вы знали, я всегда восхищался вами и как врачом, и как женщиной. Андрей Григорьевич, знаете что? Что? Мне кажется, что вам вообще пора пациентами своими уже заняться. Давайте начистоту. Что вы обо мне думаете? Я не понимаю, почему я вообще должна о вас думать. Варя! Дайте, пожалуйста. Варя! Да, да. Нет, почему я по два раза должна знать? Где у нас Радугино? А, в ординаторской должна быть. Иди-ка сюда. Смотри, вот по поводу вот этого полиса. Я не понимаю, почему у меня расходится номер в компьютере здесь. Я не понимаю. В тот же день медсестра Варя заметила, что у пациентки Яны Дантес начался насморк и сообщила об этом Константину Николаевичу. Яна сказала, что не видит никакой проблемы в легкой простуде и опять попросила оставить ее одну. Она была явно не настроена общаться с врачами. Вообще, это все странно. С утра-то все в порядке было. Ладно, я приглашу Лору, он вас осмотрит. Не надо Лору, все и так пройдет. Позвольте. Яна, я прошу вас. Кровь? Я сама не знаю, откуда. Нужно срочно обследовать легкие. Держи. Мне показалось, что Яна была не столько испугана, сколько сконфужена. И все эти ее проблемы с носом и кровью на платке не были для нее неожиданностью. Тем не менее, она ничего не хотела мне рассказывать. И для меня стоило больших трудов заставить ее пройти плеврографию, ангиопульмонографию и тракоскопию. Мне казалось, что результаты этих обследований помогут мне выяснить, что же в конце концов происходит с моей пациенткой. Доктор Самойленко озадачен странным поведением своей пациентки. Яна Дантес получила черепно-мозговую травму в ДТП. Девушка страдает близорукостью, но машину вела без очков. Также Константин Николаевич замечает у Яны симптомы серьезного заболевания дыхательной системы. Но уговорить пациентку пройти дополнительное обследование очень непросто. Яна не идет на контакт с врачами и ждет, когда из Франции приедет ее муж. Алла Юрьевна и Александр Викторович не теряют надежды стать родителями. От доктора Шевцовой супруги узнают, что у них есть небольшой шанс зачать ребенка с помощью ЭКО. Доктор Бондарев решает откровенно поговорить с Дианой Львовной об их отношениях. Но доктор Шевцова, смутившись, уходит от разговора. В ординаторской доктор Шевцова рассказала Елизавете Андреевне о своем разговоре с доктором Бондаревым. Диана Львовна очень волновалась, что Андрей догадается о ее чувствах к нему. Ирина, выйдите, пожалуйста. Господи. Почему я теперь не знаю, как ему в глаза смотреть? Ну, перестань. Ты преувеличиваю. Ну, наверное, преувеличиваю. Лиз, мне не каждый день коллеги к кулеру прижимают. О, надо тренироваться. Слушай, во-первых, надо успокоиться. Нет, Лиз, он надо мной смеется. Он надо мной смеется. Ты понимаешь или нет? Скушай еще одну конфетку. Это ужасно. Вообще нет ничего ужаснее, чем быть смешной, вот со своими никому не нужными чувствами. Давай так, ты еще не знаешь, что она тебе думает на самом деле, да? Не знаю. Не знаешь. Поэтому надо успокоиться. Релакс. Все, работать надо. Просто работать, как всегда. Если эта дурь из головы вылетит, правильно? Нет. Правильно. Если бы все было так просто. Обследование выявило у Яны Данте сплеврит. Но девушку больше беспокоило другое. Доктор, прошу вас, не говорите ничего Жаэлю. Я не хочу его расстраивать. Яна, ну, вы поймите, что я не вижу ничего страшного в том, что мы скажем им правду. Вы поймите, сейчас важно вовремя начать лечение. И все будет хорошо. Но все равно не говорите. Он у меня такой впечатлительный. Ну, в конце концов, это ваше право. Хорошо? О, а вам как раз вот и покушать понесли. Хорошая у вас клиника. Прямо как во Франции, да? Ну, я не знаю. Я там только в роддоме лежала полгода назад. Вот как? А вы не говорили, что у вас есть ребенок? Ладно, я не буду вам мешать. Приятного аппетита. Яна, что случилось? Яна? Сразу после этого случая Яна назначил Яне гастроскопию. И результаты показали, что у нее поражение желудочно-кишечного тракта. Признаюсь, меня это очень забеспокоило. Потому что это могло быть признаком не только таких заболеваний, как гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, но и функциональных нарушений, которые сопровождают ряд таких заболеваний, как хронический панкреатит, холецистит, цирроз печени. До список можно продолжать бесконечно. В общем, чтобы увидеть полную картину, я назначил Яне комплексное обследование всего организма. Тем временем Алла Юрьевна, несмотря на то, что сама еще была пациенткой, помогала коллегам в лечении женщиной, страдающей сильной аллергией. Это была соседка Аллы по палате, которая накануне перенесла острый приступ. А вы аллергологическую панель не сдавали? Нет. Я даже не знаю, что это. Ну, нужно же что-то делать с вами. Вы же молодая женщина, у вас вся жизнь впереди. Да уж. Замуж вот недавно вышла. Я вас поздравляю. Муж мой ученый. Кандидат биологических наук, сотрудник ботанического сада. Ему бы делом заниматься, а он вот сюда без конца таскается. Ну, раз он таскается, значит, любит. Алло. Я не отвлекаю. Да, принеси мне, пожалуйста, в палату ноутбук с интернет-мадемом. Мне нужно для работы. Хорошо. Я тоже, да-да. Я, конечно, сразу принес Алле и нетбука-мадем. Честно говоря, я был очень рад, что она наконец-то перестала копаться в себе, отвлеклась мыслями на работу. Я был уверен в том, что это именно то, что ей сейчас нужно. Вечером Варя отправилась в палату к Яне, чтобы напомнить о назначенных ей на раннее утро обследованиях. Но застала картину, которая напугала медсестру. Пациентка находилась в состоянии, похожем на судороги. Плохо? Чего у меня такое бывает? Суставы болят где? Не трогайте меня, сама пройдет. Я знаю, как сама пройдет. Сейчас за врачом схожу. Господи. Увидев, что Яне возможно осталось жить считанные минуты, Константин Николаевич понял, что вызвать в клинику кардиолога просто не успеет и немедленно приступил к реанимационным мероприятиям. Еще разряд. Есть. Разряд. Есть. Запустили. Что это вообще было, а? Следующим утром Мария Александровна собиралась на работу. В новой съемной квартире она провела всего одну ночь и еще чувствовала себя здесь недостаточно уютно. Особенно ее раздражала картина, стоявшая на полке в комнате. Маша случайно уронила ее и заметила, что с обратной стороны к раме прикреплена камера. КАМЕРКА МАШИННОЕ ГОЛОДИЯ КАМЕРКА 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 Господи. Продолжение следует... Встретился с Константином Николаевичем. Узнав, что состояние Яны довольно тяжелое, а врачи еще не поставили окончательный диагноз, мужчина стал требовать выписать Яну, чтобы перевезти ее во Францию. А вот это исключено. Вы видели, в каком она состоянии? У нее вчера была остановка сердца. А если она в самолете умрет? Вы этого хотите, да? Конечно, нет. Что делать? Довериться нам. Мы поставим диагноз и вылечим вашу супругу. Я обещаю вам, все будет хорошо. Короче, я попробую вам поверить. Я здесь не один. Я прилетел с моим сыном. Яна может его видеть? Я думаю, не стоит. Мы же не знаем, что с вашей супругой, правда? Что такого? Но я очень надеюсь, что вы скоро это узнаете. Обнаружив скрытые камеры, Мария Александровна решила как можно быстрее съехать. В этот момент вошел хозяин квартиры, который проживал по соседству. Я тут такое что проверить. Что, камеры, да, не работают? Так я их сломала, понял, да? Да нафига? Тихо, спокойно. Ты ко мне не подходи, понял? Не подходи ко мне, я сказала, я в милицию. Я смотрю, просто смотрю, никого же не трогаю. Никого не трогаешь, тебе лечиться надо, и ты вот. Ты стурела, ты... Покойной, не подходи ко мне. Тихо! Я же... Не подходи ко мне. Я тебе говорю, ну... Да чего ты, ну, хочешь, бесплатно живи, да я... Эй, да погоди, да послушай. Тихо, не подходи ко мне. Ты где, я сказала? Нравишься, ты мне, ну... Не подходи. Стой там! Доктор Островская оказывается жертвой психически неуравновешенного человека. Мужчина, сдавший ей квартиру, расставил по всему дому скрытые камеры и наблюдал за Марией Александровной. В клинику приезжает супруг Яны Дантес Жоэль. Мужчина хочет перевезти женщину на лечение во Францию. Но до постановки окончательного диагноза женщина нетранспортабельна. Ночью Яна перенесла остановку сердца. Доктор Самойленко теряется в догадках. Что может вызывать у пациентки множественные противоречивые симптомы и такие приступы? Доктор Кричевская, пережив потерю ребенка, находит утешение в словах Дианы Львовны, что еще может забеременеть с помощью ЭКО. Не дожидаясь своей выписки, Алла начинает помогать пациентке, страдающей астмой. В то же утро Варя сообщила доктору Самойленко, что его пациентку Яну хочет видеть какой-то мужчина. Муж, что ли? Да нет, не муж. Муж уже приходил. Он старый, а этот молодой. Ну, примерно лет 25, но не больше. А зовут его как? Он не представился. Просит, ну, чтобы я его пустила в палату. Я решила вам сказать, ну или что. А вот это ты правильно сделала. А где он сейчас? Постал стоит. А ну пойдем. Здрасте, молодой человек. Здрасте. Меня зовут Константин Николаевич. Я лечащий врач Яны. Вы хотели к ней попасть, да? Да, хотел. А вы кем приходитесь? Дело в том, что до постановки диагноза вход к этой пациентке строго запрещен. Посторонним. Молодой человек. Ладно, разговоры не вышло. Странно он какой-то, да? В общем, если что, я буду себя в кабинете. Ну, давай. Алла Юрьевна узнала от своей соседки по палате, что ее муж, биолог, около года работает в отделе тропических и субтропических растений. Как раз с того момента у женщины участились астматические приступы. Вы знаете, это просто совпадение. Мой муж с работой ничего не приносит. А дома у нас даже ни одного цветочка нет. Ой, подождите, это он? Алло, алло. Да, ты где? Как это не пускают? Почему? Кто сказал? Лен, Лена, это я распорядилась. Сережа, подожди, я перезвоню. Почему? Лен, у вас аллергия на пыльцу или споры растений. Ваш муж их приносит с работы на своей одежде. Из-за этого у вас тогда развился ангиоотек. Из-за этого вам нужно будет сдать срочную аллергопанель. После этого я вам прописываю хорошие антикистаминные препараты. И все наладится. С мужем вашим история непростая. Ему придется поменять работу. Я с ним поговорю, вы не волнуетесь. Нет, он ничего не должен знать. И вашу аллергопанель я сдавать не буду. Вы меня не можете заставить. Подождите, но это в ваших интересах. Понимаете, как вам объяснить, для моего мужа самое главное – это его наука. Понимаете? Это научная карьера. Для него сменить работу – это значит бросить практическую науку и стать педагогом. Это крах. Это просто крушение всех надежд. Каких надежд? Лен, вы не понимаете, это здоровье. Конечно, я понимаю, конечно. Ради меня он разрушит свою карьеру, он пойдет на все, на эту жертву. Но понимаете, потом, через некоторое время, это просто испортит наши отношения, это разрушит в конец. Я не хочу, не хочу принимать такую жертву, мне не надо этого. Это все. Хорошо. Значит, если вас не волнует ваше собственное здоровье, подумайте о ваших будущих детях. С такими приступами вы не сможете выносить ребенка. Понимаете? Для моего мужа дети – это растение в его лаборатории. А у меня уже есть один большой ребенок, он сам. Вот и все. Что, вам достаточно этого для счастья? А счастье – это вопрос спорный. Извините, пожалуйста, мне пора. К Сереже. Да. Константин Николаевич, подпишите, пожалуйста. Ага. Ага. Ну, парень принес, кто еще? Варя, какой парень? Ну, такой он, молчаливый, красивый, скромный. Подожди, это тот, которого мы вместе видели, да? Да. А он на этот раз что-нибудь сказал? Ну, сказал просто передай ей, и она сама все поймет. Да, давно мне что-то не дарил таких цветов. Знаешь что? Дай-ка я отнесу ее. Да нет, я сама могу и перейти. Я отнесу. Мне нужно посмотреть реакцию. Пойдем. В палате Константин застал Яну вместе с ее супругом Жоэлем. Он понял, что пришел не совсем вовремя, но отступать было некуда. Вот, вам попросили передать. Да. А я сам не видел, это медсестры попросили. А это, наверное, Глеб, наш московский партнер, на встречу с которым я ехала, а? Глеб? Ну да. Насколько я знаю, Глеб, он никогда не имел привычки дарить тебе цветы. А, ну, привычки, как вам известно, имеют свойство меняться. Ладно, я попрошу медсестру, она вам вазу принесет. Спасибо. Меня удивило, что моя жена назвала Глеб. Я очень хорошо знаю моего московского бизнес-партнера. И я знаю, что он не мог делать моей жене такой признан. Я нарочно позвонил в тот же день Глеб. И он сказал, он не передавал никакой букет клиники. И я подумал, что моя жена от меня что-то скрывает. Покинув злополучную квартиру, доктор Островская приехала в клинику. Ей опять пришлось привезти свои вещи на работу. Можно я у тебя сумочку оставлю? Конечно, оставлю. Не в службу, а в дружбу. Собрались куда-то, что ли? Срубка-то большая. Попозже. Днем доктор Самойленко зашел в палату Яны, чтобы сообщить ей результаты утренних анализов. Но застал там только ее мужа, который объяснил, что Яна только что ушла на процедуры. Константин Николаевич заметил, что в отсутствии супруги Жоэль что-то искал в ее сумочке. Мой телефон сдок, так я награду. Правильно? Да, правильно. А зарядник в отель у нас с Яной одинаковый. Я решил взять. Все в порядке? Да, 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 все в порядке. Было очевидно, что когда я принес Яне букет, ее французский муж заподозрил свою супругу в измене и решил покопаться в сумке, чтобы найти доказательства. Ну, где-то в глубине души я его понимал, но меня заинтересовало не это, а то, что Яна хранит у себя иммуносупрессивные таблетки. И, судя по упаковке, она привезла их с собой из Франции. Что бы это значило? Получив результаты обследований и анализов Яны, доктор Самойленко ломал голову над тем, чем вызваны все ее многочисленные недомогания, и решил посоветоваться с отцом. Ну, вот клинические и биохимические анализы крови показывают умеренную анемию, повышенное соя, увеличение значений фибриногена. Но это всего недостаточно, чтобы понять полную картину. Все правильно, все правильно, Костя. Ты зря рассматриваешь все диагнозы по отдельности, сложи их в общую мозаику. Возможно, получишь ответ. Погоди, пап, я... То есть ты думаешь, что все вот это, вот это проявление одной болезни? Не исключено. Так что думай, думай, думай. Да думаю, думаю, думаю. Вечером Алла Юрьевна и Александр Викторович обсуждали свои семейные дела. Алекс считал, что прежде чем делать ЭКО, Алла должна окончательно поправиться. Нужно сначала нервы в порядок привести, а потом уже беременность планировать. Ну ты, пожалуйста, все равно сдай кровь на определение генотипа. Это очень важно. Конечно, я понимаю. Не я понимаю, а, пожалуйста, сдай. Я понимаю, Алла. Тогда мы узнаем, есть ли у нас шанс или нет. Если генотип окажется... Может, ты прости, не было с сахаром чая? Возьми мой. Спасибо. У меня с сахаром. Если генотип окажется гомозиготным, тогда хрём стопроцентно унаследует мой резус положительный факт. Послушай, давай не будем сейчас ничего загадывать, ладно? Вот ты сдаешь кровь, все станет ясно. Тогда мы и примем какое-то решение. Договорились? Константин Николаевич, сложив в ЭДИ на все имеющиеся данные о пациентке, решил провести янепатерическую пробу и пункцию сустава. Диагноз, наконец, был поставлен. Болезнь Бехчета. Именно она характеризуется таким набором самых разнообразных симптомов, поскольку затрагивает практически все органы. Яна утверждала, что не знала о своей болезни. А что, если я попрошу показать содержимое вашей сумки? И совершенно случайно там вдруг окажутся цитостатики, иммуносупрессоры, которые вы с собой из Франции привезли. Нет? Вы понимаете, что их выписывают при болезни Бехчета? Я прошу вас, только не говорите Жаэлю ничего, умоляю вас. Яна, я не понимаю, почему вы боитесь рассказать мужу о своей болезни? Когда мы познакомились, я была абсолютно здорова. А перед свадьбой обнаружились эти симптомы. Я очень боялась, что он откажется жениться на мне. Он же богатый вокруг него, сколько девиц бьется красивых здоровых. Красивых здоровых. Но в конечном итоге он выбрал вас. А если он выбрал вас, значит, он вас любит. А если любит, то это может значить... Да нет между нами никакой любви. И мы оба это знаем. Ему нужна была жена, молодая, здоровая, наследник здоровый. Перед свадьбой я все анализы сдала. И они ничего не показали. Наоборот, то, что я абсолютно здорова. Ну, видимо, тогда болезнь находилась на ранних стадиях, и ее было трудно диагностировать. Я очень боялась, что симптомы откроются, и обман вылезет наружу. Я лечилась у частного врача. Мне постоянно делали гемосорбцию, плазмоферез. И ваш супруг ничего не замечал? Да его дома не бывает. Он то на работе, то в командировке. Пока я была во Франции, все было хорошо. А потом приехала сюда на две дня. И взяла с собой только эти таблетки. В вашем случае одними таблетками не обойтись. Да и травмы, полученные при аварии, они только усугубили симптомы ваши. Болезнь Бехчета пока слабо изучена. Причины ее не ясны, а предугадать развитие очень сложно. Но самое опасное в этой болезни – это осложнения. Они вызывают слепоту, потерю слуха, паралич. А тромбоз периферических артерий при этом заболевания нередко вызывают развитие гангреноконечностей. Так что риск, которым подвергла себя Яна, не сказав мне о своей болезни, был очень велик. Доктор Самойленко диагностирует у Яны Дантес болезнь Бехчета, которая постепенно поражает практически все органы. Яна хочет, чтобы об этом не знал ее муж, бизнесмен из Парижа. В клинике Яну пытается навестить неизвестный молодой человек. Из-за этого муж Яны начинает подозревать ее в обмане. Александр Викторович обеспокоен психологическим состоянием своей жены. Слова Дианы Львовны о том, что Алла может забеременеть с помощью ЭКО, обнадеживают молодоженов. Однако Алла по-прежнему очень напряжена и общается с Алексом резко и холодно. Хозяин квартиры, которую сняла доктор Островская, наблюдал за ней с помощью скрытых камер. Сбежав от него со скандалом, Мария снова вынуждена поселиться в клинике. Той же ночью доктор Самойленко был дежурным врачом. Смена выдалась напряженной, но Константину Николаевичу все же удалось зайти в ординаторскую, чтобы немного отдохнуть. Самойленко, ты как слон, а? Нет, ты меня извини, конечно. Ты что здесь делаешь? У тебя же нет дежурства. Ты же живешь здесь, что ли? Ну, живу. Тебе-то какое дело? У тебя случилось что-то? Ну, рассказывай. Следующим утром Жоэль позвонил Яне и сказал, что собирается обсудить с врачом ее перелет во Францию. Яна попросила медсестру срочно позвать к ней Константина Николаевича. К сожалению, вы знаете, я не знаю, когда он освободится. Он сейчас на планерке. А, тогда передайте ему, пожалуйста, чтобы он не рассказывал Жоэлю про мою болезнь. Но я сама потом ему расскажу, когда время придет. Да, конечно, я передам им. Все. А еще, не пускайте ко мне Жоэля. Я не хочу, чтобы он меня видел в таком состоянии. Да, да. Вы не переживайте. Я все сделаю, как вы просите. Цветы у вас, конечно, очень красивые. А заберите их себе. Нет, нет, вы что, не надо? Я не могу, я не имею права. Заберите, пожалуйста. Ну, не нужны они мне. Ну, правда, не нужны. Возьмите, кому-нибудь подарите. Или дома у вас будут они стоять. Красиво же. Возьмите. Да. Спасибо. Спасибо. Девчонки, отнесите, пожалуйста. Я потом заберу. И это тоже. Ириш, привет. Слушай, Самоленко еще на планерке? Да нет, он у тебя в кабинете. Там к нему этот француз пришел. Ну, муж нашей пациентки. Да за что? А как давно они разговаривают? Ну, минут десять. А что такое? Варь, что случилось? Варь, что случилось? Я не понимаю. У вас от меня секрет. Если вы мне говорите неправда, я забираю, я на домой. Я ей муж. Константин Николаевич. Варя, давай позже. Ты видишь, я занят. Да, вижу. Извините. Тем же утром доктор Бондарев, увидев в кафе Диану Львовну, буквально не мог оторвать от нее взгляд. Она, сидя за соседним столиком, чувствовала это, но боролась с желанием ответить ему взаимностью. Внезапное появление Ирины не обрадовало Андрея Григорьевича. Девушка хотела обсудить планы на ближайший вечер. У меня было просто очень сложное ночное дежурство. Мне срочно нужно развеяться. Выбирай, куда пойдем? Кино или кафе? Что, прости? Ты меня не слушаешь? Я спрашиваю, куда мы пойдем? Кино или в кафе? А, слушай, Ириш, извини, совсем не могу сегодня. Планы поменялись. Как поменялись? А что случилось? Ира, занят я очень, делал много. Нет, Андрей Григорьевич, если я вас чем-то обидела, то вы меня, конечно, извините. Ира, все нормально, правда. В чем ты вообще? После утреннего обхода Николай Борисович сообщил Алле Юрьевне, что ее выписывают. Я не хочу в казенное койко-место занимать. А я только рада. Когда можно вернуться на работу? Ну, ты куда же не торопись. Послушай, может, и в отпуск пойти. Отдохнешь, соберешься с мыслями. Нет, я не хочу. Наоборот, я хочу как можно быстрее выйти на работу. Для меня это лучший способ прийти в себя. Ну, хорошо, как скажешь. Тогда завтра можешь приступать. Да, и, пожалуйста, не перерабатывай. Хорошо. Договорились? Договорились. Спасибо. В это же время неизвестный поклонник Яны все же сумел проникнуть в ее палату. Для Яны его приход явно был неожиданностью, причем неприятной. Ну, прости меня. Ну, он за разом зашел, слышишь? Ну, я смотрю, кровь ты не отвечаешь за его, а? Ну, я испугался. Я думал, ты погибла. Уходи, я тебя видеть не могу. Ну, что мне сделать? Скажи, что. Да ничего ты не сделаешь, понимаешь? Ничего. Все, я тебя не могу видеть, не слышать. Пошел вон отсюда. Раньше ты по-другому говорила. А что, если я твоему старику все расскажу, а? Давай, расскажи. А если я все расскажу, что мы с тобой уже два года мутим, и что в Москву ты из-за меня только приехала, что тогда будет? Да я ему сама все расскажу. Мне врать надоело. Ты понимаешь, надоело врать. Иди отсюда, уйди! Иди! Иди! Как он обрадуется-то, когда узнает, а? Бонжор, месье. Вот и познакомились. Все, иди отсюда, козел! Жаэль, пойдем, мне тебе нужно кое-что рассказать. Пойдем. Что? Что ты серьезно больна, мне сказал врач? И не только. А твой адиотер с этим. Козлом, я догадывался. Переехав в клинику, доктор Островская не могла нормально отдохнуть и выспаться. Доктор Самойленко застал ее, уснувший за работой. Я не сплю. Ты что здесь сидишь как домовой, а? Вернее, не как домовой, а как... Нет, как вы. Ох, клинический домовой. Так, я скоро освобожусь, ты тоже собирайся. Куда? Ну, есть вариант один. И вещи собери свои, ладно? Ладно. У себя в палате Яна рассказала мужу, что познакомилась со своим любовником, когда Жоэль был в командировке. Но она хотела признаться не только в измене. Я не хотела, я не хотела тебя обманывать. Просто так получилось, понимаешь? А потом, потом я забеременела и сразу поняла, от кого ребенок. Ну? Ну? О, мой беда. Ну пойми, я влюбилась, понимаешь? Со мной такой вот первый раз, правда? Что случилось в то утро, когда ты попала в аваре? Матомобиль, милая, не ты. Нет. Сергей был за рулем, он врезался в ограждение, я сидела рядом. Матомобиль, арендован на твои имя. Да. Он попросил меня взять машину. Потому что на своей не мог меня вести. Боялся, что его жена узнает. Матомобиль, Мария, он еще и женат. Но когда авария случилась, он совсем не пострадал. Но он подумал, что я умерла и сбежал. Я заяц. Ну как ты оказалась за руль автомобиля? Я очнулась тогда. Его не было рядом, я пересела на его место. Я боялась, что все подумают, что кто-то был в машине. Да ты бы первый, если бы узнал, что со мной кто-то рядом ехал. Ты бы стал все проверять и узнал бы, что у меня есть любовник. И выгнал бы нас с Фабиеном. Что ж, как вы говорите, ночью поздно, чем никогда. После выписки Аллы Юрьевны доктор Голованов привез ее в свою квартиру. Их возвращение уже ждала дочка Алекса Надя. Она была счастлива, что Алла снова дома. Привет, моя дочь. Я все тебя так ждала. Пойдем, я тебе кушаю, покажу. Пойдем, пойдем. Все, пойдем, пойдем. Вот это, вот это с твоим поздравлением, вот. Ничего себе. Слушай, ты сама это все написала? Нет, мы сами вдвоем. Без ошибок, да. Без ошибок, ты представляешь? На кухне торт, пойдем, пойдем. Даже торт? Даже торт. Я не могу перед тем, как есть торт, мне нужно переодеться. Я не могу в таком бизнесе. Пойдем, пойдем, помогу. Алла Юрьевна возвращается домой после выписки. Алекс надеется, что скоро она справится со стрессом, и они смогут начать подготовку к ЭКО. Однако психологическое состояние Аллы после потери ребенка, о котором они так долго мечтали, очень нестабильно. Доктор Бондарев все больше увлекается Дианой Львовной. Она же считает, что Андрей просто смеется над ней и старательно скрывает, что влюблена в него. Доктор Самойленко узнает, что Мария Александровна вынуждена жить в клинике и говорит, что знает, как решить ее квартирный вопрос. Яна Дантес признается мужу, что два года изменяла ему и скрывала, что тяжело больна. Сына, который должен унаследовать состояние Жоэля, Яна родила от любовника. К счастью, ее болезнь мальчику не передалась. Придя к Яне обсудить ее лечение, доктор Самойленко стал свидетелем ее ссоры с мужем. Почему ты мне не могла сказать, глуполей, дополи? Ну я бы она желаю людский клиник. Да потому что ты бы сделал генетический анализ и выяснил, что ребенок не твой, понимаешь, не твой. Яна, вы могли умереть от этого? Да я же смирилась с тем, что я умру. Но я хотела это ради сына, понимаете? Чтобы он у меня в достатке вырос, как сын Жоэля. Я совершенно о тебе не знал. Мы вообще не понимали друг друга. Ты думала, я женился только ради ребенка? Чтобы мне за ней давали друзья с их старичком? Я ведь тебя любил. Подостойте мне, пожалуйста, это со мной делай все, что хочешь. Ну что, сына пожалеет, пожалеет сына. Я не шутка. Муж Яны поступил благородно. Они расстались без скандала и он разрешил ей работать в московском филиале его фирмы. Она осталась жить в России с сыном и проходит курс лечения в нашей клинике. Сейчас ее здоровье окрепло и теперь ее жизни ничего не угрожает. Константин Николаевич выполнил свое обещание и привез Марию Александровну на новую квартиру. Самоленко, подожди, так это что, твоя квартира? Да. А что? Значит, смотри, там у меня спальня. Здесь у меня гостиная, зал. Там у меня картинная галерея имени Самоленко. Здесь музей Роскомуфи Гюрина полная. Там бескрайний простор в Подмосковье. Там вот спальня, может, посмотреть. Спальня. Не знаю, там вот тоже вроде можно расположиться. Ну, как тебе? Скажи, Лейла ничего не скажет, что я тут у тебя живу? А что она должна сказать? Нет, все в порядке. Все в порядке? Ну, тогда уборка. Ну, хорошо, давай. Посуду на тебе. Диана Львовна зашла в одно из хозяйственных помещений, чтобы подготовить кое-что необходимое ее пациенткам. Она совершенно не ожидала увидеть здесь доктора Бондарева. Диана Львовна, может, хватит, а? В конце концов, что происходит? А что происходит? Диана Львовна. Хватит накататься. Мы же с вами взрослые люди. Зачем мы играем в эти игры? Вы мне нравитесь, я вам тоже. Диана Львовна. Вы с ума сошли, Андрей Львовна? Я не слепой. Да что вы делаете? Почему вы всегда избегаете меня? Почему вы не смотрите на меня, Диана Львовна? Вы, по-моему, с ума сошли, Андрей Львовна? Можно я углу вообще? Здесь есть кто-нибудь? Нет, ну нормально. Кто догадался кладовку, оставится открытой? Кошмар, а? Черт, нас, кажется, заперли. Я не могу так больше жить, как после похорон каких-то. Неужели вы когда-то были легкомысленно, Диана Львовна? А вас, Андрей Григорьевич, это меньше всего касается. Диана Львовна. Подходи, скажи. Не нравишься, ты мне. Подходи. Уберись, вариант один. И вещи собери свои, вот. Смоленко, подожди, так это что, твоя квартира? Да. Я всегда восхищался вами как врачом. Как женщиной. Всю жизнь не ждала своего принца и не заметила, как состарилась. Выполнился ума. Слушали, Андрей Григорьевич, можно я углу вообще? Тихо. Тихо. Продолжение следует. Бригада скорой помощи прибыла по срочному вызову для оказания помощи беременной женщине. Что с вами случилось? Я упала. Вот здесь прям на ровном месте. На живой прям кошмар какой-то. Сильно ударились. Боль в животе есть? Тянет, да. Так, понятно. Мы сейчас аккуратно встаем с вами и идем в машину, в клинику поедем. Давайте, давайте. Спасибо. Давайте, держите. Аккуратно. Вера! Что с тобой? Тебе плохо? Да я вот здесь прям на ровном месте упала. Садись. Я же тебе говорил, не ходи никуда одна. Ты почему-то меня не подождала. Вы что, ее увозите? Да, с нами поедете? Да, я с вами ходить. Поехали. В тот же день медсестра Варя случайно заперла доктора Бондарева вместе с Дианой Львовной в подсобке. Андрей Григорьевич решил использовать эту ситуацию как шанс объясниться с доктором Шевцовой. Можешь так сказать, что ему нужно было прятаться, когда вошла Варя? Ты знаешь, как это есть на самом деле. Слушайте, давайте мы сначала отсюда выберемся. Так мы будем объясняться, хорошо? Хочешь обвинять, ведь? Нет. Не хочу. Нет. Даже знаешь, что-то я делаю просто. Девушки. Значит так. Значит так, я сейчас. То есть вы тут спрячетесь, а я буду кричать, ну, звать напомню, как будто меня одну здесь заперли, понимаете? Вот. Потом я выйду, когда отсюда. Я потом открою вас. Я потом вас открою. Я буду. Эй, есть там кто-нибудь? О, привет. Привет. Слушай, ты Шевцова не видела? Да видела, где-то здесь. Она что такое? Да я ей пациентку привез, а я найти не могу. И дозвониться тоже. Слушай, может она уже ушла? Ты что? Чтобы она уже сработает, то в принципе невозможно. Может отошла, сейчас подойдет. Черт. Такой муж заботливый. Ты же как-то завидан. А хочешь, я их отведу до кабинета Шевцова, все равно она здесь беременна, осматривать не станет. Да, сделай одолжение, пожалуйста. Давай. Ты мне сейчас на отдых ехать. Хорошо. Спасибо большое. Давай. Передай, пожалуйста, Маслова. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я вас провожу до комнаты гинеколога. О, мой. Здесь там кто-нибудь или нет? А что происходит? Диана Львовна. Что Диана Львовна? Кто меня там запер? Простите, пожалуйста, это я. Я совсем нечаянно. Я проходила мимо, подсобка открыта. А я вас не заметила? Не заметила? Что это? Я такая незаметная, да? Нет, незаметная. Забылась до вас. Зачем я приходила сюда? Держи. Простите меня, пожалуйста. Я специально. Специально. Это куда? В регистратуру. Я отнесу. Когда Диана Львовна подошла к своему кабинету, ее уже ждали супруги Третьяковой. Врачи скорой не обнаружили у Веры травм. И сама она чувствовала себя намного лучше. Но Михаил не хотел уезжать домой, пока Веру не осмотрит врач. Прослаживайтесь. Что случилось у вас? Я упала и ударилась. Вот и живот теперь тянет так. Не больно, но ощутимо. Знаете что, давайте-ка вы сразу на УЗИ, на кушетку. Я прошу прощения, Гарочка. А можно вы пока будете располагаться? Я вот буквально меня кладу. Туда и назад, и я очень быстро. Конечно. Поможешь, да? Да, спасибо. Диана Львовна спешила в подсобку, чтобы выпустить закрытого там доктора Бондарева и как можно скорее забыть об этой нелепой истории. Андрей Григорьевич. Как приятно видеть солнечный свет. Диана Львовна постаралась взять себя в руки и сосредоточить все внимание на пациентке. Ну, такая вялость довольно сильная часто происходит. И спать все время хочется. И вот боли в животе иногда довольно ощутимые бывают. Да, я вижу. Матка в тонусе. Это плохо? Ну, не то, чтобы очень плохо, но, Гарочка, все-таки лучше вам лечь к нам в клинику. С детьми что-то не так? Нет, успокойтесь. Все в порядке с вашими двойняшками. Ну, просто сейчас Вере лучше находиться под наблюдением врачей, для того, чтобы стабилизировать ее состояние. Что мне делать? Немедленно ложиться в клинику. Диана Львовна, скажите правду. Это очень опасно. Детям что-то угрожает? Да чего им не угрожает? Успокойтесь, вы, пожалуйста. Что за паника? Откуда это? Тонус матки – это состояние практически естественное для беременных. Почти у каждого бывает. Ну, чего вы так перепугались? Вы же понимаете, чего я боюсь. Из-за жилищных проблем Мария Александровна временно поселилась у доктора Самойленка. Константин Николаевич старался сделать все возможное для того, чтобы доктору Островской было комфортно в его доме. Нравится? Да, глаз не оторвать. Понял? Да прям. Не знаю, приехал, но весело. Костя, давай снимем ее. Слушай, не знаю. Вдруг она дырку на обоих закрывает? Нет, не закрывает. Ну, вообще, если она тебе так безмерно дорога, то... Да, не... Подожди, Островская. Ты мне голову-то не морочь. Хочешь снять, ну давай снимем. В чем проблема-то? Да нет никаких проблем. Просто с некоторых пор меня несколько, ну, раздражают картины, которые висят на стенах. Как-то вот так вот. Понимаешь? Продолжай, продолжай. Расскажи мне, как тобой воспользовался и бросил тебя владелец картины галереи. Ну, серьезно, хочешь, я его на дуэль вызову? Да я сама кого хочешь вызову. Скажи мне, пожалуйста, в этом доме действительно кормят или только обещают накормить, а? Я очень голодна, очень. Чай наливай. Я не стала Косте рассказывать подробности, но после того случая, когда какой-то сумасшедший сдал мне квартиру, напичканную скрытыми камерами, у меня прямо пунктик какой-то появился. Мне неприятно было видеть картины на стенах. Мне казалось, что за мной кто-то наблюдает, и от этого становилось, ну, не по себе. Диана Львовна оказывается заперта в подсобном помещении с доктором Бондаревым. Андрей использует ситуацию, чтобы признаться Диане Львовне в своих чувствах и уверен, что они взаимны. Но доктор Шевцова не желает в этом признаваться. Доктор Островская, поселившись в квартире Константина Самойленко, замечает, что ей трудно привыкнуть к новой обстановке после того, как она побывала в квартире психопата, оборудованной скрытыми камерами. Мария скрывает свои переживания от Кости. Беременная Вера Третьякова поступает в клинику с тревожными симптомами. Диана Львовна пытается успокоить Веру и ее супруга, объяснив, что временное повышение тонуса матки – это нормальное явление. Но Михаил все же боится, что Вера может потерять ребенка. На следующий день в клинику приехала Ангелина Гольцова – беременная женщина, которая была записана на прием к Диане Львовне. Вы проходите в кабинет, вашу карточку уже дам. Диана, я все-таки зайду с тобой к врачу, хочу со мной убедиться, что все в порядке. Я обалдеть! Ты что? Что-то ты мужа поведена? Ну, что, не привидение же? Да лучше бы было привидение, он вчера был, с другой, тоже с беременной. А я еще смотрела, думала, ой, какие же мужчины заботливые бывают, да? Ты посмотри на него двоеженец. Куда катится мир? Ай, Миш, ну… Сейчас, сейчас, сейчас. Тщательная конспирация? Не устали вы от нее? Ну, приходится. Все хорошо? Да. Мы просто решили, что будет лучше, если об этом никто не узнает. Особенно наша сэкровь. Ну, я помню, помню. Если уж вам настолько важно скрыть факты вашего сурагатного материнства, я, естественно, не буду вмешиваться. Вы по поводу Веры Третьяковой, я так понимаю, пришли, да? Да, да. С ней все хорошо? Вот, карточка. Чувствует она себя замечательно, но все-таки пару недель я для профилактики ее подержу в стационаре. Потом, пожалуйста, можете забирать домой. А дети? С двойняшками вашими все хорошо. Развитие вполне соответствует сроку. А пол вы так и не хотите узнавать? Да, хотелось бы. Нет, нет, нет. Мы решили, пусть будет сюрприз. Хорошо. Как скажется. Ну, ладно, Миша, тебе пора. Тебя Семенова ждут. Нам еще надо кое-что обсудить. Да, время не в обрез. Я слушаю вас. Ну, в общем, у меня какая-то непонятная задержка. До свидания, Диана Львовна. Миша. До свидания. Спасибо вам. Всего хорошего, Михаил. Да, задержка. Все время хочется спать и устаю очень. Мне кажется, это из-за графика, потому что свекровь открыла еще три филиала. Я поняла. На кресло, дорогая, на кресло. На кресло все расскажите. Последний месяц очень много. Ну, что еще? А, стали запахи раздражать разные. Вот как? Особенно запах жареного мяса, знаете, просто ужас, невыносимо. Понятно. А не подташнивают по утрам вас? Бывает. А что? Вы раздевайтесь, раздевайтесь. Вот сейчас и узнаем, что. Тем же утром Елизавета Андреевна по пути в клинику столкнулась с женой своего бывшего пациента. К сожалению, помочь ему не удалось. Мужчина умер. Мария Афанасьевна, мы с вами все уже обсудили. Так? Я рада, что мы с вами все обсудили. Но, по-моему, настало время платить по счетам Елизаветы Андреевны. Или вы так и считаете? Послушайте, Мария Афанасьевна, я вам все уже объяснила. В том, что произошло, нет никакой моей вины. Я сделала все, что могла. В том состоянии, в котором находился ваш муж, я не могла ему помочь. И поверьте, я тоже очень переживаю из-за того, что... Вы? Да, я. Переживаете? Да вы еще не знаете, что такое переживать, Елизавета Андреевна. Но поверьте, в ближайшее время у вас появится очень большой опыт по этой части. И вот тогда мы с вами поговорили. Кто за что переживает. И у кого что болит. Смерть мужа стала для Колывановой настоящей трагедией. Я искренне ей сочувствовала. Не обратила тогда внимания на все эти угрозы. Но мало ли что скажет человек в таком состоянии. За все годы работы так и не удалось привыкнуть к тому, что не всех удается спасти. В общем, очень тяжело общаться с родственниками тех пациентов, которым не суждено было поправиться. Доктор Шевцова была крайне удивлена результатами осмотра Ангелины. Для верности Диана Львовна провела женщине УЗИ. Однако реакция пациентки была неожиданной. Ангелина никак не могла поверить, что беременна. Ведь уже много лет она лечилась у доктора Шевцовой от бесплодия. Но до сегодняшнего дня было очевидно, что стать родителями они с мужем могут лишь с помощью суррогатной матери. Такого не бывает. Мы лечились столько лет у вас и... Мы нашли суррогатную матерь. У нас через три месяца будет двое детей и... Это не может быть. Вы знаете, возможно, причина как раз в этом. В том, что скоро у вас появятся дети. В смысле? Такое действительно бывает крайне редко. В моей практике это всего-то второй случай. Женщина хочет забеременеть, очень долго лечится от бесплодия, у нее ничего не получается. В итоге она просто ставит на этом крест, перестает об этом думать и, например, усыновляет ребенка. И вот именно в этот момент друг беременеет. Это действительно уникальное явление. С точки зрения науки объяснение ему не найдено. Но такое бывает. И знаете, мне кажется, что это происходит, может быть, потому, что... Организм женщины расслабляется в этот момент. Она перестает постоянно думать о том, как решить эту проблему. И именно в этот момент происходит чудо. Чудо. Да? Это, конечно, здорово очень. Но мне таких чудес не надо. Я в тот момент просто ушам своим не поверила, услышав реакцию Ангелины. Я настолько растерялась, даже не знала, что сказать. Но как это можно не обрадоваться беременности после того, как столько лет лечилась от бесплодия? Обсуждение неожиданной беременности Ангелины привело супругов Гольцовых к серьезной ссоре. Михаил не понимал, почему жена не рада этому долгожданному событию. Гель, ну почему нет? Ты что, идиот? Ты что, не понимаешь, что не рожают женщины через три месяца после родов? Да пошли они все к черту. Не удастся скрыть там, ну и пусть. Ну пусть знают и думают, что хотят. И мамочка твоя тоже пусть думает, что хочет. Ну мы как-нибудь ее уговорим. Ай, как? Она нас сначала по стенке размажет за то, что скрыли мое бесплодие. А потом за то, что нашли непонятно где суррогатную мать. Слушай, ну странно, что я тебе об этом напоминаю. Но вообще-то Вера твоя двоюродная сестра. И она нас очень выручила, когда согласилась. Да твоей матери нет для этого никакого дела. Выручила, не выручила. Она меня выкинет из бизнеса и все. Сядем мы с тобой на сухой паек. Гель, ну зачем мы ей врали тогда с самого начала? А она что, выбор был? Ты что, не помнишь, как она сказала? Женщина не имеет права на существование, если она не может родить. Да помню. Ну, Гель, ну даже если мы с ней разругаемся. Ну, даже вот вообще, до полного разрыва. Ну и что? Ну, небо на землю упадет, что ли? Ниша, нет, не упадет. Я все решила, все, хватит. Что ты решила? Ой. То, что одну из этих беременностей придется убрать. Все. Во время перерыва доктор Шевцова зашла перекусить в кафе и разговаривалась с Варей. В этот момент она была совершенно не готова в очередной раз столкнуться с доктором Бондаревым. Обращайтесь. Спасибо. Диана Павловна, вы двигаетесь? Диана Павловна, я же забыла совсем. Потому что не хотел быть для нее только назойливым поклонником. Через пару часов супруги Третьяковы вернулись домой из поездки по магазинам. Все это время они продолжали обсуждать вопрос с неожиданной беременностью Ангелины. Михаил никак не мог понять, почему жена не хочет рожать столь долгожданного когда-то ребенка. Тебе надо понять главное, что я сделала аборт и все. Ты понимаешь, что ты говоришь, а? Нет, ты понимаешь, что ты собираешься сделать. Миша, не надо истерику. Я все решила. Слушай, если ты посмеешь убить нашего ребенка и уйду от тебя в тот же день. Куда? Детей Веры я тоже заберу. Куда? К мамочке своей, что ли? Под дверь подвозишь. Почему это? Да потому что, Миша! Потому что детей надо кормить. А ты себя не можешь прокормить. Ван Гог недоделанный. Мне было обидно слышать такие слова. После свадьбы мама дала Ангелине возможность хорошо зарабатывать, а я продолжил заниматься любимым делом. Писать картины. И пусть я не стал известным и зарабатывал когда-как, но жену все устраивало. А теперь вдруг оказалось, что она считает меня абсолютно никчемным. Следующим утром доктора Самойренко и Островская вместе приехали на работу. Но перед самым входом в клинику Мария Александровна, задумавшись о чем-то, вдруг остановилась. Сейчас, Русская, ты что встала? Ну, давай мы сделаем вот что. Ты пойдешь вперед, я за тобой. Ну, чтоб нас вместе-то не видели. Конспирация, да? Что смешного? Да, дело святое. Ну, прекрати. Ну, хорошо. Сюда. Ну, старайся, думай. Балдец. Доктор Островская, поселившись в одной квартире с доктором Самойренко, стесняется показываться на глаза коллегам вместе с ним. Мария упорно не принимает ухаживаний Самойленко и не хочет, чтобы окружающие думали, что у них роман. Диана Львовна старательно скрывает свои чувства от доктора Бондарева. Она, как может, избегает общения с ним. Поэтому Андрей приходит к выводу, что ошибся, и между ними ничего не может быть. Супруги Гольцовы ожидают рождения двойни, которую вынашивает для них суррогатная мать. Неожиданно Ангелина оказывается беременна, хотя это казалось невозможным из-за бесплодия женщины. Ангелина хочет сделать аборт, чтобы сохранить лицо перед свекровью и не потерять место в ее бизнесе. Рано утром Ангелина Гольцова уже была на приеме у доктора Шевцовой. Ее решение сделать аборт совершенно поразило Диану Львовну. Вы меня просто с толку сейчас совершенно сбили. Я была уверена, что вы пришли встать на учет по беременности. Вам на сохранение ложиться надо немедленно, прямо сейчас. Я ничего не понимаю. А вам не надо понимать. Вы просто назначите мне время, когда я могу прийти к вам на аборт, и все. Так нет, милая моя, давайте-ка мы разберемся. Ангелина, это вы же у меня лечились 4 года от бесплодия вместе с мужем. Сколько процедур вы прошли, сколько вы сил на это потратили, времени, денег в конце концов. Да как же так? Муж согласен с вашим решением? Что он говорит? Он недоволен. Ну вот. Естественно. Так, Ангелина, милая, давайте вот что мы с вами сделаем. Вы просто очень сильно устали сейчас. Устали и перенервничали. Я все понимаю, ситуация действительно нестандартная. И вы скрывали то, что рожать за вас будет верой. Это я все понимаю. Но вот сейчас вам надо просто отдохнуть. Прийти в себя, успокоиться, и, что называется, с холодным носом принять это решение. Вы поймете, что ничего страшного не случилось. Не случилось, так случится. Я не собираюсь становиться посмешищем в глазах всех своих знакомых и становиться предметом для обсуждения. Нет, я просто, я, я, я... Я даже не знаю, что сказать на это. Это абсурд полнейший. Как может быть мнение каких-то там знакомых важнее жизни собственного ребенка, которого вы ждали столько лет? Никого я не ждала. Простите, что? Диана Львовна, я люблю детей. И я хочу детей. Я хочу, чтобы у нас с Мишей были дети. Но вынашивайте рожать, я их не хочу. Я никогда не хотела. Поэтому для меня вариант суррогатной матери самый лучший. Я направила Ангелину на анализы, поскольку они все равно будут нужны, какое бы решение она ни приняла. И, тем не менее, попросила ее еще раз хорошенько все обдумать до следующего визита ко мне. Хотя на самом деле этот тайм-аут больше нужен был мне. Я хотела найти еще хоть какие-то аргументы в пользу того, чтобы она все-таки оставила ребенка. Прошел день. Константин Николаевич по просьбе Марии Александровны скрывал от коллег, что они живут в одной квартире. Но когда Костя, готовясь к ночному дежурству, обсуждал с Машей детали их быта, разговор случайно услышали и Елизавета Андреевна, и Варя. Будешь ложиться спать, а закройся на верхний замок, хорошо? Ну, нижний заедает. Нет, ты, конечно, можешь закрыться на нижний, но тогда я приду, буду звонить и будить тебе. Какая проза. А я-то думала, самоленка. Сейчас главное не перепутать с замками, да? Да. Спасибо. Тем же утром Ангелина Гольцова снова пришла к доктору Шевцовой. С анализами пациентки все было в порядке, и она продолжала настаивать на аборте, однако получила совершенно неожиданный ответ. Если вы хотите аборт, пожалуйста, я сделаю вам аборт. Спасибо, как скоро? Скоро, но только при одном условии. Если вы пройдете консультацию у психотерапевта. Вы смеетесь на меня? Нет, я не смеюсь. Присядьте, пожалуйста, Ангелина, это серьезный разговор. Присядьте, пожалуйста. Вы сейчас беременны, а в организме беременной женщины происходят очень серьезные гормональные изменения. И простите меня, я не могу на себя взять такую ответственность, потому что в вашей карте в течение четырех лет я заполняла огромный ворох страниц решением проблемы вашего бесплодия. И что? Какое это имеет отношение к делу? Это прямое имеет отношение к делу, поскольку сейчас объективно невозможно оценить, ваше решение обоснованно или, простите, это результат гормонального взрыва. Вы понимаете, о чем я говорю? А если после аборта вы поймете, какую вы страшно совершили ошибку, за это кто будет отвечать? Я буду отвечать. Это мое личное дело. Нет, это уже не только ваше личное дело. Потому что, простите, ни одна служебная комиссия не примет действия врача, который сначала лечит пациентку от бесплодия, а потом, простите, калечит. При наступлении беременности сразу же делает ей аборт. Хотя, пожалуйста, берите вашу карту, вы можете пойти к любому врачу, он сделает вам аборт. Я ни на чем не настаиваю. Ангелина не хотела идти к другому гинекологу, и поэтому была вынуждена мое условие принять. А я ее отправила к доктору Донзаровой, поскольку для меня было очевидно, что Ангелина это решение приняла в состоянии шока. И вот из этого шока ее и надо было выводить, пока не случилась настоящая трагедия. После долгого лечения в клинике доктор Кричевская пыталась занять себя домашними делами и заботой о муже, чтобы как-то отвлечься от страшной трагедии, которую ей пришлось пережить, потеряв ребенка. Ну, привет! Как ты? Я ужасно по тебе соскучился. Я тоже соскучилась. Ну что, я чувствую, чем-то вкусненьким пахнет. Кормить будешь? Да, конечно. Садись, садись. Давай, давай, я ужасно проголодался. Слушай, у меня только немножко подгорело, ничего? Да ничего, давай, давай, я голоден, как волк. Ага, сейчас. Давай, давай, давай. Господи. Так, 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 чего, чего, чего? Не надо, брось, брось, я сам. Так, ну что, Господи, ну что такое? Ну дай, дай посмотрю, сильно парит. Да тут, тут немного, дай подуй, дай подуй. Ну тихо, 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 деточка моя, ну не плачь. Не надо, не плачь. Здесь, здесь прям маленькая царапинка. Ну не плачь ты. Я немного, когда ты плачешь, ну... Алла никак не могла справиться со своим состоянием, и я очень переживал за нее. Но еще больше я злился на собственное бессилие. Мне казалось, что я делал все, что можно, чтобы помочь ей, но, видимо, необходимо было сделать что-то невозможное. А что именно, я никак придумать не мог. На следующий день Ангелина Гольцова, выполняя условия, поставленные Дианой Львовной, пришла на прием к доктору Донзаровой. Ангелина, скажите, а вы одна у родителей? Да, одна. Вернее, я у папы одна. Он так и не женился после развода. А мама вышла замуж второй раз. Она очень хотела второго ребенка. И что произошло? Мой отчим идиот. Урод просто. Мне тогда было 10 лет, и, как вы понимаете, я правую голосу в семье не имела. А он... Если вы помните, тогда было много новомодных идей, типа близость к природе, роды в воде. Ну да, я помню. Еще я помню, что подобные авантюры редко хорошо заканчивались. Вот именно, что авантюры. Он уговорил маму рожать дома. Придурок. Ей так было тяжело, еще проблемы с почками начались. Ей обязательно нужно было ложиться в роддом. Я вообще не понимаю, как она его послушалась. Почему? Как он мог ее убедить? Ну, вы же знаете, что причина поступка беременных женщин не всегда поддается логическому объяснению. Мне до сих пор снится, как она кричала тогда. Я же дома была в тот день. Я слышала, как она кричит в ванной. Мне надо было пойти к соседке. Все рассказать. Она бы вызвала скорую, я не догадалась. Ангелина, вам было 10 лет. Вы тогда были маленьким ребенком. Но я пыталась ему что-то сказать про врачей. Он меня ударил, отправил в другую комнату. И что было потом? Потом он пришел, сказал, что мама умерла. И мой маленький братик тоже. Не было ничего удивительного в том, что после такой трагедии у Ангелины появился страх перед всем, что связано с деторождением. Я постаралась помочь ей понять природу этого страха. Но когда она уходила, мне показалось, что она больше не захочет продолжать сеансы. Было видно, как тяжело далась ей эта беседа. Тем временем персонал клиники уже второй день активно обсуждал последнюю новость. Доктор Островская переехала жить к доктору Самойленко. Да ты, наверное, что-то перепутала просто. Ага, конечно. Он говорит, ты закрывай не на тот замок, а на этот я утром приду, разбудить могу. Но что еще я должна не то было слышать? Ну, правда, интересные новости. Очень интересные новости. Раиса Захарановна, извините. Раиса Захарановна, подожди, пожалуйста. Мария Александровна пытается скрыть от коллег, что живет в одной квартире с Константином Самойленко. Однако по клинике все же разносится слух о том, что у Островской роман с Костей. Доктор Шевцова не видит выхода из ситуации с доктором Бондаревым. На его пылкие признания Диана ответила резким отказом. Однако в действительности испытывает к нему самые нежные чувства. Ангелина Гольцова хочет сделать аборт и расти только тех детей, которых вынашивает суррогатная мать. Женщина долго лечилась от бесплодия, поэтому ее муж и доктор Шевцова поражены ее решением. Ангелина признается, что вообще не хочет вынашивать и рожать детей сама. Доктор Донзарова выясняет, что это связано с трагедией, пережитой Ангелиной в детстве. Во время второго сеанса у доктора Донзаровой, на который Ангелина пришла уже по собственной инициативе, женщина призналась, что давно осознавала свою проблему, но не была уверена, что сможет с ней бороться. Ну понимаете, когда у меня начались такие проблемы с зачатиями, я с одной стороны переживала, делала все, что мне говорили врачи, а с другой стороны радовалась, что мне не придется переживать весь этот кошмар с беременностью и родами. А с мужем-то вы делитесь своими посинениями? Да нет, что он у меня тонкая, чувствительная натура, ну, в общем, художник. Ну а вы, получается, наоборот. Да, я приземленная и практичная, меня это очень устраивает. Мы с ним разные, иначе бы не ужились. То есть, я правильно понимаю, вы просто боялись показать мужу, что у вас тоже есть уязвимые места? Ну да, наверное. Когда нам предложили пойти на ЭКО, я сначала страшно перепугалась, хотела ему все рассказать про свои страхи, а потом вспомнила про суррогатное мандеринство. А, ну так это было, значит, ваше предложение? Угу, мое. И Веру я уговорила помочь родственному. Ну а мы из-за этого обещали решить ее квартирный вопрос. Ну а муж ваш, он что, вообще не возражал? Да он, честно говоря, не успел. Я на него такой поток аргументов обрушила по поводу того, что мне не нужно бизнес оставлять на время беременности, что у меня с работой, со здоровьем могут быть проблемы. Понятно. Саяна Алдаровна. Вы правда думаете, что мою проблему можно решить? Как правило, в основе практически любой фобии лежит травма, полученная в детстве. А в случае с Ангелиной ситуация осложнялась еще чувством вины, которое у нее сформировалось после смерти матери. У нас оставалось буквально две недели до критического срока, на котором можно делать аборт. И я очень надеялась, что мне удастся помочь Ангелине победить этот страх и сохранить ребенка. Вернувшись вечером с работы, доктор Голованов в очередной раз обнаружил свою жену в расстроенных чувствах. Алла безутешно рыдала, и успокоить ее было очень сложно. Едва перестав плакать, она начала смеяться. Чем еще больше напугала супруга, Алекс решил, что помочь Алле выбраться из депрессии можно только радикальными мерами. Алла, давай уедем отсюда, а? Давай уедем вообще из этой жизни и забудем ее, как кошмарный сон, а? Да с ума сошла совсем. Давай, давай, забудем все, изменим все в своей жизни. Работу, место жительства, все, ребенка усыновим, а? Давай. С ума сошел? Куда я отсюда поеду? Мне позвонили, мне предложили работу. В Питере, это очень хорошая клиника. Да ты что? Да, ты согласна, если я сразу могу позвонить, прямо сейчас? Поедем, пожалуйста. Я, знаешь, как-то не готова к таким переменам. И к тому же я вообще-то завтра на работу выхожу. Я пока еще работаю, знаешь. Угу. Спасибо. Я подумаю. Садись за стол. Ну ты подумай. Подумай, пожалуйста. Может, что-нибудь и надумаешь. Потому что меня достало это уже все. Я не знаю, я не знаю, что мне еще сделать, чтобы тебя оживить. Пожалуйста, помоги мне, я прошу тебя. Я не могу так больше жить, как после похорон каких-то. Следующим утром Ангелина вновь была в клинике. С ней приехала свекровь, Маргарита Гольцова. Она объяснила доктору Шевцовой, что ее невестка потеряла сознание во время делового совещания и пришлось вызвать скорую. Диана Львовна приняла решение госпитализировать пациентку. Доктор, простите, пожалуйста, мне очень не нравится этот неожиданный обморок. Ну, обмороки вообще мне не нравится. Аккуратнее. Визит в отделение, которое я сейчас... А, визит, визит. Доктор, можете объяснить, в чем дело? В смысле? Ну, что произошло, что это? Не переживайте, у беременных такое частенько случается. Вы меня простите, я, конечно, не специалист, но я знаю, что это на малых сроках случается. А мои невестки рожают через три месяца. Вы ничего не хотите мне сообщить? Простите, я абсолютно ничего вам сообщить не хочу. Да, вы уверены? Абсолютно уверены. Извините, вашей невестке нужно на мой срочный помощь на себя. Честно говоря, в тот момент мне стоило большого труда выдержать взгляд этой дамы и не раскрыть ей чужую тайну. Я начинала понимать Ангелину, которая боялась ей рассказать всю правду о своей беременности, поскольку предугадать реакцию Маргариты было совершенно невозможно. Когда доктор Бондарев зашел в регистратуру, к нему бросилась Лейла и сообщила, что у кабинета его ждет срочная пациентка. Она очень просилась, она умоляла, она у вас весь день расписано, что я могла сделать? Хорошо, я приму. Кто такая? Вот, я ее записала. Ага, по мере незнакомая. Держите. Она сказала, что вы недавно ее родственницу вылечили, чуть ли там не от смерти спасли. Вы же нас теперь светил, а? Слава, Лейла, слава. Карточка у меня. Все, хорошо, примете, да? Примем. Спасибо. Вечером навестить Ангелину Гольцову приехал ее муж Михаил. После серьезной ссоры супруги увиделись впервые. Гель, я не знаю, что сказать. Ты прости, что я сорвался тогда? Да ладно, Миша, что ты? Я тоже много чего личного наговорила. В общем, я подумал над тем, что ты сказала. Ты талантливый художник. И я уважаю твое творчество. Гель, да к черту это творчество. Все равно ничего уникального я не создам, и мне это давно понятно. Я просто никак не мог расстаться с иллюзиями. Но изображать из себя всю жизнь неплизнанного гения, знаешь, для этого я недостаточно глуп. Что-то не понимаю, о чем ты говоришь. В общем, я нашел работу. Какую работу? Пусть я посредственный художник, но с графикой я хорошо работаю. В общем, устроился дизайнером в очень даже приличную компанию. Ну, там условия не шоколадные, но весьма и весьма. Поэтому ты теперь можешь вполне оставить свою работу и сидеть дома с детьми. А я, как и положено, буду вас оберегать, опекать и обеспечивать. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Миша, ты знаешь, я... Тоже о многом думала, и... И? Ну, в общем, я решила, что ты прав, и мне не надо делать аборт. Пусть родятся все наши дети. Гиль, счастье-то мое. Да я ж так знал, что так будет. На следующий день свекровь Ангелины приехала навестить ее. В регистратуре Маргарита увидела, как ее сын прогуливается с родственницей Ангелины Верой, беременность которой Михаил с женой тщательно скрывали. О, мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера, кажется. А, здравствуйте, тетя Рита. Судя по окружности, рожать будете вместе с Ангелиной? Ну да, как получится. Ага. А ты что здесь делаешь? Почему не рядом с женой? Да я просто... просто... Вере нужно гулять, и я решил помочь. Ну, конечно, помочь ты всегда рад. А может, ты двоеженцем заделался? Ну что, сейчас модно в ваших творческих кругах? Пойдем гуляю еще. Мам, ну что ты несешь? Каким двоеженцем? У меня скоро будет трое детей. Трое. А ты глупости какие-то говоришь. Слушай, ну я всегда знала, что у тебя с математикой не очень хорошо. Посчитать троих, двоих детей за троих, знаешь, ну это чересчур уже, сынок. А ты уверена, что все про меня знаешь, да? А ты не боишься, что я тебя сейчас удивлю? Давай отойдем в сторону. Должна признаться, Михаил меня удивил. В таком тоне он в жизни со мной не разговаривал. Мне даже было приятно. Оказывается, он способен на поступок. Но когда он мне все сказал, я ничего не ответила. Мне интересно было посмотреть, как будет вести себя Ангелина, а потом уже решить, что делать с этими лагунами и притворщиками. Доктор Радугина получает угрозы от вдовы своего пациента. Несмотря на то, что она приложила все усилия к лечению тяжело больного мужчины, Мария Колыванова считает, что Елизавета Андреевна должна ответить за смерть ее супруга. Доктор Бондарев признается Диане Львовне в своих чувствах, но не находит взаимности. Андрей не подозревает о том, что в действительности Диана влюблена в него, но не решается на роман с коллегой, который значительно моложе нее. Маргарита Гольцова узнает тайну своего сына и невестки. Супруги скрывали от нее, что Ангелина лечилась от бесплодия. Отбойню за нее вынашивала суррогатная мать. Но неожиданно Ангелина забеременела. Застегнутый врасплох матерью, Михаил признается ей, что ожидает рождения троих детей. И впредь не потерпит ее вмешательства в жизнь своей семьи. Интересную новость. Сейчас мне твой муж сообщил. А ваш сын вы хотите сказать? Мы будем с тобой сейчас заниматься словесными баталиями или проясним все-таки отношения? Да как угодно. Только прояснять уже нечего, раз вам Миша всю правду рассказала. Потрясающе. Я уверена, что это твоих рук дело. Да, моих. А знаете, мне уже все равно. Вы можете выкинуть меня с фирмы. Вы можете вообще нас с Мишей вычеркнуть из своей жизни. И, знаете, переживем как-нибудь. Если бы вы знали, сколько нам пришлось пройти вместе, вы бы поняли. Деточка, я поражаюсь вашей наивности. Ну, неужели вы думали, что я не смогу отличить беременную женщину от вруши с этим... с подушкой на животе? Да мне давно ваша затея известна. И про веру я уже давно знаю. Знаете? А что ж вы тогда молчали так долго, раз вы все знаете? Знаешь, не могла себе отказать в удовольствии полюбоваться, как вы врете, изворачиваетесь, знаете. Ой, в моем возрасте не так уж и много развлечений. Значит, вы все это время просто смеялись над нами, да? Вы, как всегда, Маргарита, очень добры. Знаешь, не только смеялась, но и надеялась. Надеялась, что эта ситуация хоть как-то поможет вам повзрослеть. Особенно Миша. Знаешь, он несообразно возрасту своему вот эти полеты в облаках его меня раздавали. Раздражает уже давно. Ну, вы же сами говорили, что женщина не способная родить ребенка, не имеет права на существование. Ой, деточка, знаешь, эти принципы, которые мы провозглашаем и по которым живем, это совершенно разные вещи. Конечно, в первый момент мне хотелось им устроить взыбучку за всю эту историю. Но я понимала главное, что если я себя не сдержу, я могу потерять и сына, и с ним и внуков. А мне бы этого не хотелось. Все потому приложила все усилия, чтобы скрыть свои истинные чувства, сохранить отношения. В конце концов, не таким уж и страшным было их вранью. Елизавета Андреевна была единственным человеком, посвященным в переживания Дианы Львовны. Запутавшись в своих чувствах, Диана не скрывала, что ей нужна поддержка подруги. Мне кажется, я как та курица, которая бежит от петуха и думает. И слишком ли быстро я бегу? Может, пора остановиться? Если я остановлюсь, я угаду. Нет. Ты встанешь, отряхнешься и побежишь дальше. И куда? Как куда? К другому петуху? Нет, милая моя, я для этого недостаточно легкомысленная. А где? Неужели вы когда-то были легкомысленны, Диана Львовна? А вас, Андрей Григорьевич, это меньше всего касается. Я просто подумал. А вы почаще, кстати, думайте. Очень полезная привычка мозги развивает прекрасно. Лиз, что я сейчас такого сказал? Понятия не имею. Примирившись с ситуацией, Маргарита Гольцова немедленно развернула бурную деятельность, направленную на то, чтобы помочь Михаилу и Ангелине сохранить их тайну. Значит, я вас отвезу с Верой в наш загородный дом. Поживете пока там, да и уродов. Потом, значит, мы... Маргарита, а вы готовите военную операцию? Боже мой, да ты мне еще спасибо потом за это скажешь. Вот не нужно посторонне знать наших тайн. Понимаешь, кто там родился, когда родился. Понимаешь, нечего. Я прошу прощения, Ангелина, готовы результаты ваших анализов. Я, наверное, лучше потом попозже зайду, да? Вот, кстати, я наводила справки очень хорошей доктором. Она нам поможет сохранить нашу тайну. Простите, вы о чем? Извините, давайте потом поговорим. Мам, ты здесь? А где же мне быть? Интересно. Здесь вынашивается целый выводок моих внуков. Мам, я тебе уже сказал, если ты собираешься что-то с этим сделать... Миш, твоя мама предложила нам свою помощь. Правда? Мам, правда? Не может быть. Господи, ну за кого вы меня принимали все это время? Вера в положенный срок родила двух чудесных мальчиков. Семейство Гольцовых счастливо безмерно. И теперь они ожидают появления на свет девочки в скором времени, которую носит Ангелина. Кстати, в этот раз они все-таки решили отступить от своих правил и узнать полребенка заранее. Очень приятно видеть в семьях не войну поколений, а доброе внимание друг к другу и трогательную заботу о детях. Вечером в квартиру доктора Радугиной пришли неожиданные визитеры. Елизавета Андреевна еще не вернулась с работы, а дома с детьми была ее мама. Эму Петровну очень встревожило то, что женщины представились сотрудниками органов опеки и попечительства. Как ты провел выходные? Ты ходил куда-нибудь? Не ходил. Меня мама наказала. Вань, ну что ты говоришь? Ну мы же гуляли вместе с Сашенькой в парке. А как мама тебя наказала? Запретила на компьютере играть. Да я сам виноват. С Витькой поддрылся. А мама драться не разрешает. Я думаю, что почитать книги это даже очень неплохо. Ну, то есть вы тоже считаете, что детей нужно наказывать? Ну-ну. Что за вопросы идиотские? Миша, нельзя как говорить со взрослыми. Чего они тут все вынюхивают? Миша. Мама, видимо, не научила тебя разговаривать со старшими. Миша. Смотрите. Ну да. Да судя по всему, вы вообще не справляетесь с детьми. Интересно. Я не справляюсь. А кто же тогда с ним справляется? Вот комиссия и будет разбираться. Всего хорошего. Все правильно. Всего доброго. Пусть комиссия и разберется во всем. Какая комиссия? Комиссия, это... Какая комиссия? Ты не представишь нас? Да, конечно. Это Мария, она... Жена Константина. Добрый вечер. Субтитры сделал DimaTorzok